Теперь давайте посмотрим, какие прерывания есть смысл выносить в исправленный компонент микроконтроллера. Запуск от цепы не трогаем. В менюшке должно быть выбор источника опорного напряжения. Мультиплексор не трогаем вывода от цепы, то есть только стандартные. Либо IN0, IN1. И еще один вариант это внутренний источник опорного напряжения. Блин, слушайте, догадался загуглить, что такое аналоговый компаратор. Наконец-то. Прочитал его назначение и только после этого заметил, что здесь стоит буква R, то есть только чтение. То есть этот бит, в котором содержится текущее состояние выхода компаратора. На нем 0, либо 1. И все, никуда у нас это ни на такой вывод не подается. Едем дальше. Флаг не используем, включаем прерывание соответственно. И захват события по компаратору. В прерывании выносить не буду. И настройки, по какому уровню он у нас срабатывает. Все, все. Получается у нас две настройки, выбор источника и по какому режиму срабатывает прерывание. Этого, думаю, будет достаточно. Открываем прерывание. Давайте посмотрим, что у нас подходит. Так, таймер 0, одна опция. Где у нас там две опции-то было? Вот у нас две опции было. То есть таймер 0, compare, а мы возьмем за основу. Открываем текстовый документ. Копируем таймер 0, compare, а вот он. И его будем переделывать. Добавляем сюда 13. Добавляем сюда 13 равно. Назовем его как, ну, компаратор. Пусть будет. Идем в самый низ. Добавляем то, что скопировали. Переименовываем в компаратор. Название, которое у нас будет отображаться. Ну, пусть будет аналог комп. Чтобы полностью не писать, по сокращению маленько. Вводим название вектора прерываний. Макрос и код на включение. Для включения, что нам нужно? По умолчанию убит этот 0. Его мы трогать и не будем. Источник выбираем. Флаг прерывания. Только включить получается. Да, только третий бит установить в единицу. Мы его копируем. Нет, сначала копируем название. И вставляем в enable код. Равно. Надо операцию или или нет. Посмотрим чуть позже. Копируем название. Вроде бы правильно. Disable код, соответственно, все меняем. На противоположное. Таким образом. Так, готово. И в настройках таймера можно было произвольно выбирать значение во второй ячейке. Нам сейчас это не надо. Поэтому где-то вот здесь надо изменить цифру. Наверное, здесь поставим 1. Попробуем. Так, это нам не надо. Опция 1. Вспоминаем, как будет по-английски опорное напряжение. Reference voltage. Вставляем сюда название. И здесь у нас что? Reference. Здесь будет две опции. Отключен. Внутренний и включен. Поэтому ставим две опции. In0. И вторая версия. Пусть будет internal reference. Надеюсь, понятно. Остальное удаляем. И теперь, что нам нужно сюда записать. Bit6. Посмотрим, есть ли такое название в блок-коде. Это мы узнаем при компиляции. Так, то здесь нам нужно его сбросить. Копируем вот эту надпись. А под ним копируем вот эту надпись, чтобы установить в единицу этот бит. И тогда будет включен внутренний источник опорного напряжения. Изменяем название бита. Готово. Вторая опция. Это у нас выбор, по какому выходному сигналу срабатывает компаратор. Тут у нас три опции. Это переключение оба уровня. Спадающий и возрастающий. Выбираем название. MetaRap Mode Select. Вставляем в опцию 2. 3 будет значения. Копируем еще раз. Вставляем, изменяем на 3. Так. Теперь что нам нужно. Запишем название. Вот эти вот и скопируем. Вставляем сюда. И теперь настраиваем биты. На переключение у нас все нули. Отсис 1, отсис 0. Все нули. То есть сбрасываем. Получается, вот здесь это будет выглядеть вот так. Отсис 1. Копируем. И отсис 0. Может можно и покороче записать, но не буду заморачиваться. Давайте еще тут добавим. Вот так вот. Далее. Фоллинг. Отсис 1 в единицу. Получается. Сюда единицу. А сюда 0. И следующий наоборот. А нет, там обе единицы. Отсис 0. Ну, вроде бы так. Ну, попробуем, что у нас получилось. И, во-первых, в симуляции нам будет посмотреть порядок вот этих команд при компиляции. Сохраняем. Оп. Что-то ему не понравилось. Что не так? Наверное, пробела не должно быть. Так, и опции. Как-то они, по-моему, неправильно написаны. Да, опция 2. То есть, тут должна быть опция 2. Так. Вроде бы так. Пробуем. Запустился. Интерап 0 у нас мигает. Д 0. Поехали. Вот у нас аналоговый компаратор. Настройки. Здесь. Изменить нельзя. Изменить нельзя. Отлично. А вот здесь вот косяк. Надо подправить что-то лишнее. Тут вроде бы все нормально. Смотрим, откуда он там взялся. А его вообще тут нигде нету. 256. Откуда это значение? Тут нигде нет. Ничего подобного. Давайте посмотрим. Допустим, таймер 2. Compare. Здесь 2.2. Тут 1.2. Вот это, по-моему, опция разрешает ручной ввод. Как я здесь написал. Давайте другой посмотрим. Press Color. Option Count. Что-то там надо удалить. Вот так вроде бы нормально получилось. То есть, я закомментировал вот эти две строчки. Ну, теперь давайте все проверим. Включаем аналоговый компаратор. Настройки. Вывод. Попробуем. AIM 0. Ну, пусть будет Taggle. Так, а вот эта табличка у нас лишняя. Ее надо как-нибудь, наверное, отключить. Ну, ладно, окей. Окей. Попробуем скомпилировать. Компиляция прошла. И первое, что мы смотрим при симуляции, это как у нас выглядит код. То есть, вот это мы смотрим. Вначале мы сбрасываем все биты. И только потом команда на включение. То есть, это важно иметь в виду. То, что вот эти настройки, которые мы здесь устанавливаем, они идут перед этой командой включения прерывания. Поэтому тут нужно быть внимателем и, видимо, надо будет поставить операцию ИЛИ. Ну, сейчас проверим. Смотрим регистр АЦСР. Вот он у нас. Запускаем симуляцию. Включено прерывание. По обоим фронтам. Есть прерывание. Есть прерывание. Теперь давайте попробуем изменить настройки. И, скорее всего, на этом у нас выйдет косяк. Ну, допустим, только по спадающему уровню. Запускаем. Спадающий есть. Возрастающий тоже есть прерывание. А все почему? Потому что при запуске здесь мы бит устанавливаем в единицу, а здесь мы сбрасываем все остальные биты, кроме вот этого. Поэтому важное замечание на будущее, что в операции включения прерывания Enable Code нужно ставить логическую операцию ИЛИ. А дальше, получается, тоже, наверное, надо. Потому что все произойдет по такому же принципу. Сброс биты, насколько я помню, не влияет на остальные. Поэтому идем сюда. Так, тут сброс. Здесь добавляем ИЛИ. Везде, где устанавливаем в единицу, мы добавляем операцию ИЛИ. Готово. Ну, от таблички внизу макроса мы, скорее всего, не избавимся. Ну, ладно, не особо намешает. Перезапускаем Flowcode. Выбираем аналоговый компаратор. Настройки. Еще раз. Стандартные настройки. Переключение. Окей. Окей. Пробуем. Есть. Есть. Меняем настройки на спадающий уровень. Проверяем. Так, это сейчас был какой? Это возрастающий вроде. Есть прерывание. Нету прерывания. Есть. Хорошо. Проверяем. Следующий. Есть. Все нормально работает. И срабатывает по уровню входа AIN 0. В районе 2,5 вольт. Теперь давайте включим внутренний источник опорного напряжения. Internal Reef. Тоже Rising. Окей. Проверяем. Так, нету. Так, нету. Отлично. Значит, включен у нас внутренний источник. Проверяем. Есть. Нету. Хорошо. Ну и на переключение еще раз проверим. Internal Reef. Таггл. Окей. Окей. Туда. Обратно. Все нормально. Все работает. Вроде бы компонент рабочий. 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 Продолжение следует...